Добрый день! Сегодня 4 ноября. В России отмечается День народного единства. С 2005 года отмечается этот праздник, и учрежден он был в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьми, Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов. Исторически этот праздник связан с окончанием смутного времени в России в 17 веке. Смутное время – период со смерти царя Ивана Грозного. С 1584 года и до 1613 года. Когда на русском престоле воцарился первый из династий Романовых, это было эпохой глубокого кризиса московского государства, вызванного пересечением царской династии Рюриковичей. История ополчения по праву считается одной из наиболее ярких страниц истории. Да, страшное время тогда пришлось для Руси. Изменники-бояре впустили в Москву иноземцев-захватчиков, и главой русского государства провозгласили польского королевича Владислава. Москвичи стали сопротивляться, захватчики подожгли Москву, и она вся выгорела. Уцелели только каменные церкви и Кремль, где укрывались захватчики. Казалось, нашему государству пришел конец. Но народ рассудил иначе. Он начал освободительную войну против польско-литовских захватчиков, а возглавил ее посадский староста из города Нижнего Новгорода Кузьма Минин и воевода-князь Дмитрий Пожарский. Кузьма Минин был нижегородским посадским человеком. Осенью 1611 года в Нижнем Новгороде призвал народ собрать ополчение и освободить Москву. Он привлек князя Дмитрия Пожарского в качестве военно-начальника. На церковном крыльце купец Кузьма Минин обратился к народу и сказал громким голосом «Православные люди, спасем нашу веру и нашу милую родину. Не пожалеем своего имущества, продадим свои дома, отдадим последнее, что имеем, чтобы нанять войско. Поищем человека, который встал бы честно и храбро за родную землю. Тогда и другие города соединятся с нами, и Бог даст, мы прогоним врагов». Весь народ отозвался на эти добрые слова. Богатые люди принесли Минину все свое имущество, и каждый бедняк отдавал последнюю копейку на святое дело. Наняли войско и начали воевать над ним. Поставили Дмитрия Пожарского, славного и храброго полководца. Под Москвой встретили русские поляков. Была тут жестокая битва. Но в Москве был голод. Русские со стороны Пожарского начали вести подкоп китай-городу. Осажденные, заметив это, ворвались в подкоп, перебили, кого нашли, взяли в плен и возвратились в Кремль. Кремль окружили со всех сторон. Там начался голод, и поляки в конце концов из немогли и сдались. В Москве на Красной площади героям поставлен бронзовый памятник. Справа князь Пожарский. Он еще болен, еще страдает от ран, полученных в боях с захватчиками. Князь внимательно слушает Кузьму Минина, который от имени народа пришел к нему, как к опытному полководцу. В День народного единства хочется пожелать уважения друг к другу. Добра, понимания, милосердия, искренних отношений и великодушия. Пусть наш народ помнит наши корни, наши подвиги и нашу землю, наше великое становление. Пусть каждый будет счастлив и здоров, патриотичен и свободолюбив.